Помощь в преодолении в областной центр реабилитации инвалидов в Тольятти привезли ультрасовременные тренажеры. Оборудование поступило в рамках целевой программы «Доступная среда». Пять аппаратов оснащены специальной компьютерной программой, которая позволяет сразу заметить результат. Психологический аспект такой реабилитации изучили наши корреспонденты. Здесь у нас расположена ванна умного дома. Сейчас я вам продемонстрирую ее возможности, приспособления для удобства обслуживания инвалидов самого себя. Экскурсию по центру преодоления проводит Владимир Мартьянов, инвалид первой группы, для которого в 2000 году жизнь разделилась на «До» и «После». Производственная травма привела инженера к инсульту спинного мозга и приковала его к коляске. О том, чтобы вернуться в профессию, пришлось забыть. Сейчас Владимир может работать только дома за компьютером. Непродолжительное время. Мужчина открыл для себя мир поэзии. Он пишет стихи на музыку российских композиторов. Самое важное у человека, чтобы человек сохранил после получения травмы, инвалидности, цель в жизни, смысл в жизни. Не так важно физическое его состояние, как духовное. Будет духовное, физически он догонит. В преодолении физическая реабилитация происходит параллельно с психологической поддержкой. Упростить быт людей с ограниченными возможностями призваны приспособления, представленные в умном доме. Окна и двери открываются, а розетки включаются и выключаются при помощи дистанционного управления. В центре, куда съезжаются люди со всей области, оборудованы удобные пандусы, ездят просторные лифты. А буквально на днях сюда доставили современное немецкое оборудование для занятий людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Пять тренажеров, оснащенные специальной компьютерной программой, позволяют эффективно укреплять мышцы и развивать подвижность суставов, а также проходить диагностику и отслеживать динамику. Все начинается с теста. То есть человек пришел, протестировался, узнал свои исходные данные. В дальнейшем, каждый день, специальная программа сохраняет все данные от занятия к занятию, и клиент видит свои результаты, свой прогресс, свои улучшения. Программа фиксирует положительные изменения, которые не видно на глаз. С психологической точки зрения это очень стимулирует человека на дальнейшие занятия. Скоро на таком аппарате начнет заниматься и самарец Алишер Джамилов. В инвалидной коляске он передвигается 13 лет, что не мешает ему вести активный образ жизни. Алишер с радостью отмечает, что за последние годы городские объекты стали доступнее. В прошлом году был в театре «Оперебалет». Вот там мне очень понравилось, в плане того, что там подъемник. Опять же, гардеробная, все доступно, все удобно. Потом на набережной вот в этом году отметил. Хорошую пандусы сделали, удобные. С 2011 года в губернии работает целевая программа «Доступная среда», которая в конце 2013-го была преобразована в государственную программу на ближайшие два года. При софинансировании из федерального бюджета в области создают доступную среду, условия для реабилитации и социальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья. Центр преодоления в рамках этой программы, помимо новой техники, также сможет оборудовать удобную парковку для своих пациентов. Сергей Овчинников, Ирина Грумес, Борис Кислицын. Новости губерней Тольятти.